МОЛЧУ Вы молчите? Молчу. Ну а почему позвольте узнать? Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать. Милейший. Гениальную пьесу-сказку Евгения Шварца «Дракон» актеры Народного молодежного театра «Крылья» репетировали в сжатые сроки по два раза в неделю в течение нескольких месяцев. Написанное в начале 40-х годов прошлого века произведение весьма актуально и сейчас. Я очень рада, что мы сумели осилить такую сложную работу, потому что пьеса Шварца «Дракон» в моем понимании, это я сейчас не хвалю себя, просто констатирую факт, нормальной, ни кем поставленной не была. Как признается режиссер-постановщик спектакля Ольга Кобецкая, идея «Дракона» вынашивалась около двух лет. В итоге минималистичные черно-белые декорации, постоянное присутствие массовки на сцене, черные кабинеты с несколькими яркими деталями на актерах. Все это позволяет зрителю полностью положиться на свое воображение и фантазию. Я сидела, смотрела, казалось бы, что это какой-то вымышленный мир, дракон, но на самом деле это все происходит с нами здесь и сейчас. Все эти грамоты, все эти драконы, все эти выдуманные правила, на самом деле все так и есть. Но это наша жизнь, к сожалению. Все кончено! Ура! Все кончено! Все кончено! Теперь я полный властитель за сын! Теперь совсем некого бояться! Спасибо, Эльза, какой праздник! Ну кто? Кто теперь осмелится сказать, что это не я убил дракона? Кто же? Два с половиной часа без антракта. Спектакль сложный, но интересный, подталкивающий к размышлениям. Оценить его пришел и Денис Майданов. Режиссеры, руководители, актеры все время находят им новые трактовки и все время эти мысли оживают для того, чтобы мы сами все чувствовали и не чувствовали. Спасибо вам огромное за это. Вновь увидеть постановку дракона театралы смогут в конце мая. Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова.